Всем рукодельный привет! Меня зовут Даша, вы на моем канале о вязании. И в сегодняшнем видео я хочу вам показать свой недельный вязальный влог. На самом деле этот вязальный влог у меня получился на 2 часа, потому что я снимала его целых 2 недели. Я решила разделить его на 2 части, и я думаю, что так будет правильнее, ведь не все любят смотреть 2-х часовые вязальные влоги. Поэтому желаю вам приятного просмотра, а вторая часть вязального влога выйдет уже на следующей неделе. Я обязательно вам ее покажу, и там будет небольшой спойлер, 3 готовые работы. А так я предлагаю вам понаблюдать за моими продвижениями. Сегодня у нас вторник, и я решила сделать первое подключение на этой неделе и показать вам вообще, что у меня происходило в то время, пока я вам не подключалась. Это получается субботу, воскресенье и понедельник. В понедельник я не то чтобы сильно много вязала, я немножко продвигала один процесс, который вам чуть-чуть попозже покажу. А начну с того, что я начала новый процесс, потому что закончила процесс недели новогодних стартов. На неделе новогодних стартов я вам показывала носочки, я их сейчас быстренько покажу, потому что уже тыкала ими несколько раз в камеру. У меня сейчас пока один носочек, второй носочек сохнет. Сейчас висит на блокаторе, и у меня готова целая пара таких классных мужских носочков. Я прям влюблена в эту расцветку, уже не нарадуюсь, просто вам еще раз его покажу, чтобы вы так тоже повдохновлялись, если вы любите носки. И я замену этим носочкам начала еще один носочный процесс. И начала его также вязать из шести нитки. И сейчас я вам покажу, как выглядит кейк. У меня два кейка подарочных, мне подарила их Света. Вот так вот они выглядят. И я сначала подумала, что это два разных кейка, потому что у них идет как полоска такая, грубо говоря. Я вяжу сразу из двух мотков, но я вам сейчас объясню, почему так получилось. Вот, ну я просто вам похвастаюсь, как выглядит расцветка. И так выглядит, кстати, второй моточек уже, немножко потасканным. И вот так выглядит у меня сейчас носочек. Ну, вы просто посмотрите на эту красоту. Я очень люблю полосатики. Полосатики, которые вот сами так ложатся, и каждый цвет, вот когда особенно начинаешь вязать носочек, каждый новый цвет, это прям праздник какой-то. Я думала, блин, когда же уже будет повторение цвета. Оно все не начиналось, не начиналось. И вот такой вот длины у нас идет рапорт цвета. Я решила вязать носочки от мыска. Также вяжу на спицах 2,75, точно такое же количество петелек набирала. Также вяжу, просто вяжу уже на свою ногу, а не на ногу моего мужа. И пятку тоже точно такую же здесь сделала. Точно так же, только, ну, грубо говоря, вязанием снизу. И уже перешла на вязание, как это правильно называется, паголинок? Длина, длины носка дальней, грубо говоря. Тело носка. Нет, хотя тело носка это вот эта вот часть. Так вот, я не знаю, у меня теперь дилемма стоит. Связать эту расцветку в ноль просто полностью, либо сделать короткие носочки, потом в хеликсе это все смешать. Ну, такую классную пряжу красивую, не хочется просто куда-то тратить. Я думаю, что я, скорее всего, сделаю какие-то гольфики. У меня такой пряжи 120 грамм. По 61 грамму весит каждый моточек. Я была так сильно удивлена, я впервые вижу такую точность, как будто бы вот прям выверено до граммчика специально, чтобы было одинаково. Мне поначалу было очень интересно, как будут раскладываться вот эти полоски. И я начала вязать сразу еще второй носочек. У меня вот мысочек второго носка связан, но снят со спиц. Вообще, изначально, почему я так начала? Я думала, блин, извяжу пряжу в ноль, если буду вязать ее методом Magic Club два носка сразу. Ох, как бы я ни пыталась, не нравится мне этот метод вязания. Может, у меня спицы не те или еще что-то. Но я повязала буквально два ряда, поняла, что это совсем не мое. Вот это сняла, пересняла на обычные свои спицы трио. И спокойно вяжу, продвигаю, у меня быстро все движется. Я приспособилась, вы мне советовали на пальчник купить, силиконовый, такой, как для гитары. Я приспособилась и теперь перематываю таким, как это называется, пластырем, который без ватки дополнительной. Просто пластырь, вот так заматываю вокруг пальца и все отлично у меня вяжется, ничего не протыкается. Я уже даже как это привыкла, достаточно удобно. Поэтому будут вот такие красивые носочки для меня. Надеюсь, что за эту неделю мы управимся, потому что вот это я начала в воскресенье вечером, потому что я не знала, что продвигать, мне хотелось вот начать еще одни носочки. Поэтому начала этот процесс, вот в понедельник только попродвигала немножко на обеде на работе, и вот сегодня продвигала еще там же. Так что это вот мой рабочий процесс, он отправляется со мной дальше на работу. Здесь вы в кадре, кстати, видите интересный блокнотик. Почему я вам его решила показать? Потому что я наконец-то решила осуществить давнюю свою хотелку. Вы знаете, что когда я делаю видео про мои планы на вязание осенью, зимой, в ближайшие месяцы и прочее, то, что я хочу связать вместе с пряжей, я делаю еще зарисовки. И эти зарисовки мне всегда приходится распечатывать модели, либо перерисовывать этих моделей, чтобы на них зарисовать, как выглядит будет посадка изделия. Ну, хотя бы примерно. Я решила заказать такой блокнотик на Валбересе. Он стоил что-то в районе 350 рублей. И выглядит он следующим образом. То есть здесь на каждой страничке напечатан силуэт девушки с такими пунктирными линиями, грубо говоря. То есть вид со спины, вид спереди, где мы полностью можем отрисовать изделие, как оно нам видится, грубо говоря. И что я не видела и мне очень понравилось, здесь есть вот такое поле в точечку. Мне, как для вязальщицы, это очень полезно будет. Ну, и вам. Кстати, давайте оставлю ссылку на этот блокнот. Может, кто-то страдает такой же фигнёй и делает, как я, зарисовки на моделях, а не ограничивается каким-то техническим рисунком. Так вот, здесь можно написать номер спиц, пряжу, плотность, какие-то такие помарочки по процессу сделать. Можно вот тут вот наверху подписывать, например, дату, когда вы связали это изделие, или месяц, когда вы связали это изделие, и номер его, например. Можно вот так вот начать мой вязальный год, почему бы и нет. Я буду здесь делать зарисовки, подписывать номер, и в конце года я уже не буду думать о том, что, блин, а какие же изделия я связала за этот месяц, за этот год и прочее. И буду чаще, наверное, вам показывать готовые работы. По крайней мере, я надеюсь на это, что у меня получится. Ну, мне очень нравится, тут огромное количество листочков, я не знаю, сколько здесь страничек, возможно, тут написано. Нет, тут не указано. И вторая половина, бумага достаточно плотная, на второй половине можно также сделать какие-то записи по будущему процессу. Так что это не только для модельера и создания такого вот, для швей, грубо говоря, для проектирования одежды, но и для вязальщицы отлично подойдет. Так, 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 что же вам дальше показать? Так, что же я вам хочу сказать по поводу моих регланов-погонов? Оказывается, я вяжу совсем не реглан-погон. Это называется совсем по-другому, но ничего страшного. Вообще, я пересмотрела видео Ольги Кондратьевой, пытаюсь, как, знаете, научить себя, какие-то новые знания в себе в голову. Заиметь. Так вот, я сейчас, как вы видите, у меня здесь снят со спиц процесс. Это мой мужской свитерочек. И он, это постиранный фрагмент, так можно сказать. И что я вам хочу сказать. Я его сейчас буду распускать до вот этой части. Вот эта часть, это костяшка на плече моего мужа. Как это называется? Ключица, кусок ключицы. Не знаю, короче, выпуклая часть плеча. И этот свитер плавно-плавно превращается не в свитер, а в манишку. Почему? Ну, свитер точно тоже будет, но почему именно эта часть превращается в манишку? Во-первых, мне очень жалко отвязанной моей работы, потому что то, что я сейчас вам расскажу, вот эту манишку, я смогу закончить за эту неделю. И она будет носиться. Почему я не хочу такой свитер? Начнем с того, что изначальным запросом моего мужа было то, что он очень сильно хотел, чтобы горло было высокое. Чтобы оно закрывало чуть ли не до глаза и создавался такой эффект ниндзя, грубо говоря, когда лицо закрыто. Так вот, когда я отвязала такую длинную горловину, когда, как вы понимаете, вы ее отворачиваете, она выглядит достаточно большой. И когда вы примеряете это на своего мужа, ну, или на себя, я на себя иногда примеряла это изделие, мне потому что очень нравится по тактильным ощущениям пряжи, как она выглядит. Когда он надевает ее и опускает голову вниз, у него образуется вот такая вот складка. То есть под подбородком образуется складка из вот этого двойного полотна. Мне это не нравится, как выглядит, если честно. Это выглядит как манишка, не как свитер. Возможно, свитер, если бы был более какой-то толстый и объемный, тогда бы это подошло. Но когда у тебя изделие, грубо говоря, практически по телу и вот такой вот массивный воротник, смотрится немножко странновато. Поэтому я решила, что я свяжу манишку. А второе изделие, оно будет покороче воротником. Возможно, даже воротником, который не будет откладываться, он будет вот где-то вот такой вот высоты, небольшая такая стоечка. Мне очень понравилось, я на Валбересе видела свитерочек. Я не знаю, если найду фотографию, вставлю, как это выглядит. Там был мужской свитер с воротничком стоечкой, с таким небольшим. Мне очень понравилось, как это выглядит. Поэтому из такой пряжи, мне кажется, лучше было бы связать что-то подобное. Потому что пряжа шикарная и выглядит достаточно презентабельно. Поэтому я думаю, что мы и в люди можем в таком свитере походить. И будет манишка, потому что свитера пряжи у меня достаточно, поэтому я сегодня вечером займусь тем, что я распущу. И буду продвигать просто спинку и перец этого изделия и сделаю манишкой. Что касается моего второго реглана погона. Он у меня распущен, переснят на спицы, иначе новый погон. А потом в телеграме мне пришло сообщение. И в этом сообщении девушка мне сказала о том... Она мне оставила ссылку на девушку, которая объясняет какие-то нюансы в вязании. Именно проектирование анатомически правильных изделий, если можно так сказать. Я перешла, я залипла. Во-первых, там очень... Ну, после работы вечером мне было достаточно тяжело понять, о чем там написано. Ну, возможно, мне еще и мозгов не сильно хватает, чтобы это все понять. Поэтому я вчитывалась, смотрела видео на ютубе. Я постараюсь оставить вам ссылку на эту девушку. И я увидела у нее интересный метод вязания погона. Когда мы изначально не замыкаем погон в круг. То есть мы будем вязать его, углубляя горловину по переду за счет прибавок. То есть у вас будет полотно просто длинное. Полотно длинное, которое не замкнуто в круг. И вы постепенно будете ступеньками такими прибавлять. И за счет этого делать углубление горловины. А потом делать обработку и вывязывать горловину. Надеюсь, я понятно объясняю, что я имею в виду. Но вот именно суть в этом. Я решила, что я пока приостанавливаю эту работу. Я возьму какую-то пряжу и попробую отвязать пробный. Если можно, так сказать, пробный вот этот вот погон. Возможно, он будет небольшого размера. Либо сразу начать, чтобы не терять время и вязальный ресурс, так сказать, на отвязывание каких-то таких больших образцов. Начать сразу вязать из Кашемира Ауром вот этот полосатик свой. В любом случае я подумаю. Но я вам рассказываю про распуски, про распуски, одни распуски. Покажи продвижение, хотя бы что-то. Я вам могу что-то показать. Я вам покажу продвижение по свитеру, которого вы не видели на прошлой неделе. Это свитер у меня в клетку. Ну, под кодовым названием в клетку. И здесь у меня уже вывязывается рукав. И за то время, пока я отсутствовала, я достаточно хорошо его продвинула. То есть вот тут у меня набран рукавчик. Прям из проема. У меня боковинки пока еще не сшиты друг с другом. Конечно, полотно все очень помятое. Нужно будет его отпаривать, отстирывать в любом случае. И вот так вот выглядит. Я уже перешла на вязание второго квадратика. Как я понимаю, мне еще нужно пол квадрата отвязать. И можно уже переходить будет на такую достаточно длинную резинку. С одной стороны, очень хорошо будет смотреться длинная резинка на рукавах. Я люблю это. А с другой стороны, возможно, это не будет сочетаться. Потому что у меня здесь по телу достаточно коротенькая. Как вы думаете, красиво вообще будет смотреться, если я сделаю на рукавах не такую резинку. А вот, например, в два раза больше вот такую. Или это будет совсем уж оляписто как-то некрасиво выглядеть. Не знаю, посмотрим. Но в любом случае, я думаю, что за эту неделю мы тоже с вами должны закончить хотя бы один рукав. То есть я, знаете, показываю вам масштаб работы, который я хочу проделать на этой неделе. То есть я хочу связать манишку, связать носки и продвинуть хотя бы один рукавчик. По крайней мере, пока у меня вот такие планы на эту неделю. Не знаю. Но сейчас я точно отправлюсь продвигать вот этот процесс. Потому что этот процесс это что-то невероятное. Точнее, это пряжа. А мы с вами уже увидимся совсем чуть-чуть попозже. И я вам покажу свои продвижения. Вообще, в этом я купила интересный журнальчик. Хочу в этом видео с вами его посмотреть. Так быстренько пробежаться. Причем я на работе уже начала делать закладки на процессы, которые мне... Ну, точнее, на модели, которые мне понравились. И так получилось, что мне понравились почти все модели в журнале. Вот посмотрим то, что мне понравилось, чтобы не занимать слишком много эфирного времени. Так что увидимся с вами чуть-чуть попозже. Побежала продвигать манишку. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня у нас четверг. Я прибежала с работы. И я вам обещала, что в ближайшее время, хотя бы до следующей зарплаты, я не буду покупать никакой пряжи. Но на самом деле я вас не опанула, потому что эту пряжу я купила еще в прошлом году. И надеялась на то, что она мне придет на новогодние праздники. И чтобы на новогодних праздниках сделать что? Отснять большой обзор отечественной пряжи. И я заказала себе новые артикулы для обзора. И хочу вам их сейчас распаковать и показать. Вот такие две упаковки пряжи у меня получились. Сейчас я избавлюсь от полиэтилена, чтобы он не бликовал в кадре. И мы посмотрим каждый моточек немножечко поподробнее. Итак, я заказала себе пять новых артикулов. Ну, один из них я уже знала точно, что это за артикул. И заказывала его, зная, какой он заранее проспойлерю классный. А все остальные артикулы для меня новые. И я решила взять их на пробу. Итак, начнем давайте с новинки-новинки, которую я только недавно узнала, что она вышла. Это Камтекс верблюжка. Это у нас идет 250 метров на 100 грамм. Это 70% верблюжья шерсть, 30% акрил. Но сейчас я ее в руках чувствую такую, как колкую. Здесь намного меньше остевых волос, нежели в предыдущей верблюжьей пряжи, которую мы обозревали. И от Расказовской, и которая была от Пихорки, насколько я помню. Монгольский верблюд она называлась или что-то подобное. Там было 50% верблюда. И она имеет, кстати, интересный блеск. Я не знаю, насколько это вам заметно. Оно, знаете, как шелковистый немного такой лоск имеет. Цвет это у нас какао 113. И она как будто бы в каком-то как масле, что-то такое. То есть после нее на руках остается какой-то такой привкус, если можно так сказать. Взяла ее вот чисто на пробу. Там, кстати, большой выбор цветов, таких более-менее натуральных. Я выбрала какао, потому что более такой универсальный цвет. Посмотрим, как она мне после отвязывания образцов. Следующая пряжа. Танюсика-танюсика. Это у нас пряжа Семеновская. Ой, очень мягкий. И цвет вы просто посмотрите, какой красивый цвет. И как он блестит. Просто как моток переливается на... Ну, при искусственном освещении. Я не знаю, как, например, в дневном освещении это будет. Но очень красиво выглядит. Эта пряжа называется Лидия W. Сильвер. Лидия чисто шерстяная Сильвер. Состав шерсти импортного мериноса 100%. Вес 100 грамм. Длина 1613 метров. Чтобы вы понимали, насколько тоненькая ниточка. Вот она. Танюсика-танюсика. Как швейная ниточка. Ну, как бобинная ниточка. Я когда узнала, что у Семеновской пряжи есть такой артикул, я решила, что его надо 100% взять на обзор. Я не стала брать, который идет 50% шерст, 50% акрил. Потому что не уверена, что это будет интересно. Поэтому решила взять именно этот. Цвет тут называется Какао В2. Блин, цвет очень красивый. Я, кстати, немножко пожалела, что не взяла еще такую цвета суровый. Я думала, что он такой что-то будет бежевый. Блин, она очень красиво смотрится в кадре. Я не могу глаз от нее оторвать. И посмотрите, насколько маленький моточек. Вот даже по сравнению с той же верблюшкой. Посмотрим. Я ее постараюсь отвязать в соло. То есть, одну ниточку. Имеется в виду, что я не буду к ней ничего подмешивать. Свяжу в три, наверное, или в четыре нити. В четыре, скорее. И даже если не в пять, придется поразматывать моточек. Дальше у меня есть вот два таких пухлика. Ой, какая она, кстати, легкая. Не чувствуется даже в руках. Это семеновская пряжа Светлана Вулл. 250 метров на 100 грамм. Это 95% шерсти, 5% акрилы. И, кстати, я вам скажу, достаточно мягкая пряжа. Достаточно мягкая. К шее, конечно, колется. Но для 100% обычной, ну, практически 100% шерсти, очень даже интересно. Здесь есть вот такие вот остевые волосишки. Так, все сказала, кроме цвета. Цвет это у меня гиацинт, и он был единственный в наличии на сайте Кудель. Поэтому я взяла именно его. У меня особо выбора как бы не было. Но на других сайтах я заметила, что есть в других цветах. То есть, я так понимаю, это пряжа не снятая с производства. Тут у меня пострадала этикетка, но не при распаковке, а мне именно вот пришла уже упакованная с такой этикеткой. Я ее подклею, тут ничего страшного. Это у нас тоже семеновская пряжа. Я в этот раз решила взять побольше семеновской, потому что мы про нее меньше всего с вами знаем из обзоров. Так, это Наташа Вулл. 250 метров на 100 грамм. 95% шерсти, 25% акрила. Точно такой же состав, точно такой же метраж. Только вот это почему-то называется Светлана Вулл. А это Наташа Вулл. При том, что Светлана Вулл намного тоньше, чем Наташа Вулл. И они отличаются скруткой. В Наташе нету меньше намного остивых волос. Тут более заметная скрутка. А Светлана, вот, кстати, по ощущениям, возможно, это из-за крутки, Наташа кажется более мягкой. Будем пробовать, будем сравнивать, смотреть, какая из них более интересная. Это у нас цвет колокольчик. Очень красивый, кстати, цвет, такой прям сиреневый, приятный. Вот к моему махерчику, из которого я сейчас вяжу паутинку, в самый раз было бы очень красиво подмешать и связать какую-нибудь шапочку. Мне кажется, это как раз-таки история про аксессуары. То есть шапки, варежки, шарфики, манишки, возможно, какие-то, если вы не сильно чувствительные. Вот что-то такое. Я думаю, мы будем вязать из этой пряжи. А вот эту пряжу, последнюю, которую я вам хочу показать, эту пряжу я купила целую упаковку, потому что я с ней уже заочно знакома. Эту пряжу мы с вами уже видели, когда был совместный проект Кот в мешке. Я ее покупала для обмена. И это пряжа Пихорка перуанская альпака. Я ее в магазине как-то увидела у нас в продаже. Я очень удивилась, насколько она приятная на ощупь и какой у нее натуральный состав. Это у нас цвет 01 белый. Где у меня тут информация? 150 метров на 50 грамм. 50% альпака. 50% мельносовая шерсть. И посмотрите, какая толстенькая, красивая ниточка. Вот так вот смотришь на нее, кажется, как будто бы это не российского производства артикула, какая-нибудь Италия, ну или как минимум Турция. Прикладываю ее к шее. Она совсем-совсем вот чуточку-чуточку колет, потому что там в ней есть небольшие остевые волосинки. И выглядят они вот таким образом, если вы их видите сейчас. Вот эту вот, хорошо заметно. Вот она. Такие остевые волосинки. Это альпака. Она покалывает немножко. И я взяла целую упаковку. И проспойлерю вам сейчас. На Валбересе эта пряжа стоит дешевле, нежели я ее купила на куделе в совместных покупках. На куделе в совместных покупках я ее купила, там буквально на 15 рублей дороже, вместе с заставкой, нежели если бы я заказывала ее на Валбересе. На Валбересе есть два супер-пупер цвета, которые стоят сейчас полторы тысячи за 10 мотков. Мне кажется, это супер хорошая цена для этой пряжи. Я не знаю, конечно, как она в носке, но я планирую прикупить себе еще в коллекцию как минимум два цвета. Но обзор покажет, как мы будем стирать эту пряжу, как она поведет себя после стирки, как она постирается в стиральной машинке, потому что я, как обычно, буду проводить свои опыты и со стиральной машинкой, и мы подробнее с вами разберем это все. Итак, получается, что мне нужно отвязать 10 образцов. То есть мне нужно отвязать по два образца из каждой пряжи. Но это достаточно трудоемкий процесс. Возможно, я займусь им уже сегодня и буду продолжать до субботы. Что вам хочу, такое немножечко отвлеченное от вязания, можно так сказать. На этой неделе я чувствую себя как-то очень странно. Мне очень сильно хочется спать. И на работе моя коллега, она тоже это заметила и говорит, мы всю неделю с мужем ложимся спать в 10 часов вечера. И я заметила, что я после работы прихожу, выпиваю кружку кофе, и я жутко хочу спать. Я начинаю вязать, а у меня в основном сейчас лицевая гладь в работе, кроме паутинки. Мне так хоть тянет в сон, и я просто засыпаю со спицами в руках. И самое обидное, что вчера я легла пораньше в 10 часов, проснулась сегодня в 6, и все равно я чувствовала вот этот недосып, как будто мне еще не хватает вот часа 3, наверное, поспать или 4. Или на работе целый день залипала. То есть, как-то какое-то странное. Возможно, это из-за погоды, не знаю, как-то странное ощущение у меня. Поэтому, к чему я клонюсь, что я очень мало на этой неделе продвигаю свои процессы. Поэтому я думаю, что надо мне успеть отвязать эти образцы, чтобы выпустить вам в воскресенье вместо такого неинтересного маленького влога большой обзор отечественной пряжи. Мне кажется, это было бы намного вам интереснее, чем какой-то такой куцый вложек. Поэтому я постараюсь это все сделать, если получится. Если у меня это получилось, я вам прикрепляю подсказку на большой обзор. Значит, этот влог вышел позже, и я его продлила на вторую неделю. Потому что сегодня у меня сейчас я повяжу, а в пятницу я пойду на день рождения, и мне вообще повязать не получится. А в субботу уже надо снимать финальную часть влога, а я еще ничего не связала. Кстати, про то, что я связала. Я закончила отвязывать носочек, и выглядит он у меня следующим образом. Вы просто посмотрите на эту красоту. Супер-пупер полосатый носочек у меня получился, я так рада. Я даже его немножечко расширяла под конец, уже думала, что он слишком высокий получается. Я здесь сделала два раза прибавки, то есть четыре прибавки сделала, и у меня вместо 56 петель, которые я обычно набираю на шести нитку, на свой размер 39, ну и на размер мужа 42, потому что у него очень худая нога, у нас по обхвату нога одинаковая. Поэтому я вяжу нам на 56 петлях, на спицах 2,75, если это кому-то очень важно. Так вот, у меня получился такой достаточно высокий носочек, и я побоялась, что вдруг мне не хватит, и резинка будет слишком высоковатая. Я решила закончить вот такая вот часть моточка у меня. Осталось, конечно, можно было бы сделать по красоте, провязать еще серый сегмент, перейти на коричневый, и закончить, чтобы у меня носочек начинался с коричневого, и заканчивалась резиночка коричневым. Но я думаю, что это не сильно принципиальный момент. Второй носочек я еще вязать не начинала, и этот, как вы видите, он у меня еще не постиран. Я сейчас после съемки этого фрагмента займусь его стиркой и блокировкой. А сегодня я... Это я закончила носочек вязать вчера. На работу бралась себе продвигать манишку. Я ее закончила. Осталось ее только постирать. Я ее уже примерила на работе. Мне понравилось, как она на мне сидит. Вроде все более-менее хорошо, только она выглядит очень странно, потому что она вся вот такая съеженная. Можете, кстати, видеть даже переход от постиранного, такого более сваленного как будто бы полотна, от непостиранного. Из-за того, что пряжа темненькая, фокус бегает, освещение бегает туда-сюда. Так вот, я здесь сделала по бокам резинки и внизу резиночку. Сейчас я это все постираю, разложу, это все высохнет, и мне кажется, будет классная манишка, которую мой муж уже будет носить сейчас, потому что сейчас он старается надевать что-то более свободное, ну, не свободное, а как сказать, что-то более легкое, потому что на улице тепло, но в то же время ветрено, и ему хочется закрыть шею, а все остальное, что закрывает шею, у него теплое. Поэтому, мне кажется, футболка, а сверху манишка будет просто идеальный вариант. Ну, надеюсь, ему понравится. И, кстати, я даже не потратила бобинку вот эту. Я не знаю, сколько здесь осталось, я думаю, может быть, грамм 50 даже осталось, у меня здесь, поэтому по расходу пока меня все очень радует, хотя девушка написала мне в телеграме, в комментариях, что она вяжет из такой же пряжи сыну джемпер, и на шестилетнего сына, или десятилетнего, ну, у нее на ребенка уходит уже более 300 грамм, то есть, что пряжа очень прожорливая. Поэтому я не знаю даже, у меня остается 500 грамм целая бобинка, или 600, нет, 500 у меня бобинка остается, но я надеюсь, что на моего худощавого мужа хватит. Ножки у нас худенькие, мы сами худенькие, поэтому пряжи нам очень мало надо для продвижения наших процессов. Также я продвигала немножечко рукав от свитера в клетку, но я его, как вам сказать так, не закончила. Я еще не знаю, на самом деле, какой длины я хочу резинку, поэтому я еще пока колебаюсь в разные стороны, как маятник, то есть не могу понять, что мне больше всего хочется. Поэтому сейчас отправляюсь стирать манишку, стирать носочек и начинаю отвязывать образцы для большого обзора отечественной пряжи. Кучу пряжи блогер тут навалил, а зачем навалил, не знаем. И я вам сейчас расскажу одну интересную историю, ну как интересную, я никогда не думала, что я такое захочу связать, но у меня появился запал буквально два дня назад. Рассказываю. У нас дома в последние дни, хоть на улице и очень-очень тепло, ну то есть минус 10 для нас это тепло, потому что все остальное время было минус 20, минус 30. Дома стало жутко холодно. Батареи горячущие, но почему-то холодно, как будто по полу тянет и прочее. Мы постоянно ходим в вязаных носках. И нет, я вам не хочу сказать про какие-то новые вязаные носки или что-то подобное. Я посмотрела видео одной очень интересной девушки. Я, к сожалению, забыла ее ник, но я вам обязательно оставлю ссылку на ее канал внизу в описании под этим видео. У нее очень-очень начинающий канал, у нее всего там в районе 300 подписчиков, но мне так понравилась ее подача видео. Вот видео первое, которое я у нее увидела. Я вот давайте лучше ссылку на это видео оставлю. И там она рассказывала о том, что она связала и что она вот планирует связать. и она показывала то, что она связала чехол для грелки. И я поняла, что у меня дома тоже есть грелка. И она вот рассказывала о том, что грелка это так круто, как классно с ней обниматься, греть об нее ноги. И я думала, да, 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 пока вязала, да, это классно. А потом вспомнила, что мы покупали грелку, когда у нас заболел кот, и нужно было ему нагревать ногу там от уколов, чтобы рассасывались шишки там и прочее. Я не буду выдаваться прям сильной подробностью, но покупалась грелка вообще для кота изначально. Но пользоваться он ей, как интересно, не стал. Поэтому я эту грелку нашла, достала, набрала в нее горячей воды. И каково было мое удивление, насколько круто вязать, когда у тебя ноги стоят на грелке, в вязаных носочках. Тебе так тепло и классно, что я просто аж отвлекалась от вязания, посмотреть на свои ноги, покайфовать. Она выглядит стандартным образом, вот такая красная, обычная грелка, она какая-то такая небольшого объема. И я подумала о том, что я тоже хочу обвязать ее как-то красиво. И чтобы применить какую-либо пряжу, нужно сначала придумать, из чего я хочу ее связать. Специально покупать пряжу для того, чтобы отвязать чехол для грелки, это как-то too much для меня, если честно. Но взять что-то из своих запасов будет самое то. Поэтому я сразу подумала про носочную пряжу. Мне нужна была пряжа, которая будет отлично стираться в машинке, хорошо держать резинку и быть достаточно износостойкой. И я поняла, что носочная пряжа, это просто вот все три пункта, галочки ставим. Идеально. Я подумала о том, что можно применить же как-то красиво свои остатки. И я принесла вам огромную корзину с остатками. Принесла еще две бобинки рассказовской пряжи и принесла еще носочную пряжу на ВИТО, которая у меня здесь есть в избытке. Поэтому я сейчас хочу с вами немножечко порассуждать, какую пряжу можно было бы красиво применить. Вообще изначально я подумала, что это отличный повод извязать остатки. Давайте начнем аккурат с них. Я вам их немножечко покажу. У меня вот огромная, я не знаю, как вам показать, вот у меня огромная эта корзинка металлическая высотой в руку. Она полностью набита, она уже вываливается по краям. Я перематываю постоянно в кейке остатками носочной пряжи. Тут вот все, что я вязала носочки, я потом это перематываю на бобинках в кейке и складирую в надежде на то, что я когда-то извяжу эти остатки. Они у меня тут аккуратно, ну я надеюсь, аккуратно набиты и ждут своего момента. Бывают, встречаются вот такие вот клубочки, которые мне нужно оперативно перемотать. Я их еще не перемотала, потому что не доставала моталку. Так вот, я подумала о том, что можно взять какие-то моточки. Вот это, кстати, пряжа очень классно с этой сочетается. Так, сейчас мы с вами подберем новые сочетания. Вот, вот эти три пряжи, интересно, вместе сочетаются на носки. На грелку я даже не представляю, сколько мне по метражу нужно пряжи и как я хочу, чтобы она выглядела. Вообще, и в идеале, она была бы каким-то очень простым жаккардом, либо какими-то полосками. То есть взять, например, белый цвет и взять, например, вот, я не знаю, ну вот такой цвет. То есть полоски, такая широкая полоса белого, широкая полоса цветного, потом широкая полоса белого, широкая полоса вот такого, например, или какого-нибудь другого, или вот такого. То есть, извязать остатки как можно больше. Я думаю, что 150 грамм должно хватить. Даже 100 грамм, я думаю, должно хватить. Но тут она будет такая, знаете, как веселенькая. С другой стороны, мне очень жалко тратить мои честно нажитые остаточки. Я не знаю, бывает у вас такое или нет. Маленький такой моточек, маленький-маленький. Вот, например, вот такой мне жалко выкинуть. И он у меня тут лежит, ждет своего места, когда он станет полосочкой каких-либо носочков. Поэтому тоже вот у меня под вопросом этот момент. Потому что некоторая пряжа, вот, например, вот эта, она очень красивая. Я бы ее извязала просто в соло. То есть опустила в хеликсы или в полоски, именно в носки. Всякие у меня остаются, очень много у меня остатков появилось от Газал Хэппи Фит. Вот это Газал Хэппи Фит, вот это Газал Хэппи Фит, еще где-то Газал Хэппи Фит должен быть. Тут хватит, мне кажется, если заполосатить на полноценные носки. На полноценную пару. При том, что мотки классно, что делятся пополам на одинаковый граммаж, если можно так сказать. Вот. Одинаковый вес. И поэтому легко будет связать два одинаковых носочка. Это у меня осталось от вязания перчаток Саши. Это водопад, насколько я помню. Хималайя. Это Катон Бамбу, называется. Да, Катон Бамбу от Мэйлен Вайт, от Лана Гросса. Очень классная пряжа. Очень много белых, белых. Вот бежевые еще есть. Так, это мы с вами посмотрели. Потом я подумала о том, что можно применить два мотка, которые у меня уже лежат два года, наверное. Эту пряжу я просила, чтобы мне друг купил в Питере и прислал. Я взамен ему связала, он купил на один моток больше, я взамен ему связала две пары носочков и отправила обратно в Питер. В Питер, надеюсь, он их носит. Итак, это Навита 7 братьев. Ее очень легко найти на Озоне сейчас, насколько я знаю, в других интернет-магазинах. Сижу-вижу, насколько я помню, она продается. Но она достаточно дорогостоящая стала. Тут 150 грамм 300 метров. Это восьминитка. Стандартная насочная восьминитка. По цветам не сориентирую, потому что тут, видите, слишком много циферок. И вот есть вот такая вот еще 7 братьев в новогодней тематике, такой зимней тематике. Прикольно выглядит. Рыжего красивого цвета. Вот у меня были три мотка таких. Был черный, рыжий и белый. Я все хотела себе связать, купить еще Навиту 7 братьев, чтобы сделать себе гольфы жаккардом красивым. Но я понимаю, что они у меня уже два года лежат, эти два мотка. И они могут стать отличной грелкой. Точнее, отличным чехлом для грелки. Вы представляете, какой будет красивый жаккард? Мы можем пустить какие-то, я не знаю, графичные такие узоры, какие-нибудь зигзаги и прочее, какие-нибудь снежинки или что-то подобное. Мне кажется, получилось бы очень круто. Основной цвет, например, был бы белый, а рыжим сделали бы узоры. Мне кажется, идея очень крутая. И я теперь склоняюсь больше, кстати, не из остатков связать. Остатки мне мои очень сильно жалко. Я их сильно люблю. А вот эти два моточка, которые я пока никак не применила у себя, тем более из восьминитки, я еще повяжу, когда куплю себе Буллтайм от Элизе. Я еще дойду до этого момента. Я просто жду, когда он на куделе появится, чтобы в совместных покупках закупиться по полной. Но его пока там не появляется. Надо спросить, написать ему, когда он у них появится в наличии. И последний вариант, который я смотрела, я вам заодно расскажу про различия рассказовской пряжи, которую я заметила. Помните вот эту таблетку? Вот эту красивую таблетку, которую я нахваливала в большом обзоре отечественной пряжи, как самую прекрасную пряжу из рассказовской, которая мне больше всего понравилась. Я на радостях, что эта пряжа такая классная, в этой же карточке товара на Валберсе заказала себе белый. И что бы вы думали? Он выглядит точно так же. Ну, то есть, все вроде то же самое. Выглядит он тоньше, чем вот эта ниточка. Ну, хотя вот так вот, если смотреть, возможно, и не сильно заметно. Я думала, блин, было бы классно смешать их, красивый жаккард можно было бы связать. Попробовать связать там жаккардом что-то такое небольшое на пробу, если бы не получилось, было бы не жалко. Или даже свитерочек какой-нибудь связать, или жилетку. То есть, я была прям очень сильно устроена. Или вот начать хотя бы с варежек для бабушки, который я так и не связала. Мне вот просто можно, не знаю, пол бы дать за это. Позор мне. Не связала бабушке варежки. Сейчас я вам возьму образец вот этой, изумрудный, и возьму образец белый. И вы поймете, про что я говорю. Они совсем разные, они в корне разные, они настолько разные, что мне аж неприятно. Одна пряжа шикарная, другая пряжа ужасная. Во-первых, белая не раскрывается от слова совсем. В две нити образец светится как только можно. Вот как выглядит изумрудный. Чувствуете разницу, да? Теперь, как выглядит нить изумрудный после стирки. Она выглядит как дундуга, она выглядит супер красиво, супер мягенько, так приятно, из нее хочется прям вязать. И вот так вот выглядит нить белой. Тоже почувствовали, да, разницу? Она не раскрывается вообще-вообще. И я еще когда вязала образец, думала, надо, чтобы варежки были потолще. И если они будут иметь такой желтоватый оттенок, потому что это не идеально белый, это желтоватый цвет. А бабушке я вязала манишку из Camtex Astoria. Она белоснежная. И я думала, чтобы сочетать это все красиво, чтобы он имел более белоснежный вид, я подмешала одну ниточку Camtex Astoria. С Camtex Astoria, конечно, выглядит это все поинтереснее, но все равно видно вот этот меланж. И я не знаю, мне как-то было очень неприятно с этой ниточкой работать, я прям даже немножко расстроилась. С одной стороны, можно не трогать семь братьев, а взять вот эти два артикула пряжи, взять основной зеленый в две нити и сделать жаккард белым в две нити. Все равно вот или эту бобинку просто кому-то задарить, или попробовать ее выставить на продажу за какие-нибудь символические там 300 рублей или что-то подобное. Только не пишите мне, пожалуйста, что вы ее хотите купить, потому что это супер невыгодно, чтобы я ее отправляла куда-то кому-то. На Валбересе она еще есть, но я именно белый цвет не советую, зеленый все так же советую. Супер-пупер, мега, турбо, пушка, я не знаю, я люблю его всем сердцем. Мне кажется, за такие деньги это просто хорошее, очень хорошее пряжа. Поэтому я вот думаю, 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 что же я хочу больше. С одной стороны, я бы, если бы у меня был белый, вот точно такой же, как зеленый, какой же классный жаккард мог бы получиться, вы посмотрите, просто шикарно было бы, но нет. Поэтому я пока склоняюсь к навите, но вязать пока не буду начинать, подожду вашего совета. Что бы вы использовали? Вы бы использовали остатки, навиту или взяли бы расказовскую пряжу, которую мало куда применить. Можно вообще просто взять белый в три нити и плотно связать его, и пустить маленькие полоски жаккардом. Или взять, например, то, если я хочу белого с рыжим сочетанием, взять, например, в три нити белого и взять водопад, и смешать их вместе. Тоже почему бы и нет. Вот такие вот размышления у меня по этому поводу. Хотела с вами ими поделиться, просто, знаете, как запечатлеть это всё в памяти. К слову, я недавно задумалась о том, что как круто, что я веду канал на ютубе. Вот, например, как я снимала влог из Алтая, как я снимала влог с Новосибирска. Это же сохраняется... Вот когда мы сохраняем это всё в телефоне, это может удалиться. Когда мы печатаем фотографии, мы не всегда их можем посмотреть. А ютуб — это то место, где ты можешь с любой точки мира через интернет зайти на свой канал и посмотреть, и показать кому-то другому. И мне кажется, если ютуб будет существовать через много-много лет, это можно будет показать там даже своим детям, внукам. И, блин, это так круто на самом деле. Раньше совсем не было каких-либо фотографий. Ну, точнее, были совсем такие черно-белые, плохого качества, как Сепи и прочее. Но они тоже имели свою атмосферу. А теперь мы имеем возможность оставлять детям видео. Не знаю, мне почему-то так это вдохновляет, показать что-то такое интересное. Мне очень нравится, что моя мама, например, смотрит мои видео. Она говорит, мне приятно... Вот я сегодня с ней по телефону разговаривала. Она говорила, мне приятно послушать твой голос. Хотя мы с ней созваниваемся каждый день. Она мой голос слышит каждый день. Но в видео говорит, мне приятно твой голос послушать. И на дочу свою посмотреть. Так, ладно. Про грелку поговорили. Отправляюсь заниматься дизайными делами. Удачи! Хочу сегодня с вами посмотреть такой журналчик, который я приобрела, когда гуляла на обеде. Вместо того, чтобы повязать носочки, пошла прогуляться и увидела в ларечке интересный журнал. Во-первых, мне очень нравится этот производитель, эта редакция, которая выпускает этот журнал, это газетный мир, специальный выпуск газеты «Азбука вязания». Свитера, кардиганы, жилеты, номер 6, 2022 год. Я не знаю, насколько новый этот журнал, но я его увидела и я вспомнила, что все предыдущие журналы от этого газетного мира по вязанию, они были достаточно интересны. И что большой плюс, они публикуют еще описание с сайта Навита. И для меня это большой плюс, потому что описание Навита мне очень нравится, но не всегда они переведены на русский язык. А тут они уже идут с переводом, я надеюсь, что это все легально и законно. И предлагаю вам сегодня посмотреть. Нам обещают модную зиму на спицах и крючке, но посмотрим, что же тут у нас будет. Я сделала, кстати, просмотрела этот журнал, сделала несколько закладочек, ну как несколько, практически весь журнал у меня в закладках, на именно тех моделях, которые мне понравились. Чтобы мы не занимали эфирное время модельками, которые мне не интересны, я считаю некрасивыми, чтобы долго не распинаться об этом. Итак, первая модель, которая мне очень понравилась, называется голубая кофточка. И она идет, связанная крючком из паутинки. Из паутинки. Из тоненького махерчика, из которого мы обычно вяжем паутинки. Нам тут рекомендуют взять пряжу Alize Atlas. Кстати, на эту пряжу самые такие плохие отзывы. Я слышала, что она очень колкая, как стекловато, поэтому я бы ее не рекомендовала. Хотя никогда я ее не держала в своих руках, да и не хотелось бы после этих всех плохих отзывов. Здесь она связана полностью крючком, очень простым узором, мне кажется, все мы его знаем. И дополнен красивым воротничком. Мне очень нравится, как это смотрится. Это даже, мне кажется, изделие на новогоднюю ночь было бы просто великолепным. Свитер солнечный зимний день. Здесь обычный свитер легланом сверху из пухонорки. Ничего необычного я в нем не вижу. Просто сочетание цветов желтого и фиолетового, такого сиреневого, мне на самом деле не очень нравится. В плечевых изделиях. Может быть, носочки, варежки и какие-то шарфики смотрелись бы неплохо, но в плечевых изделиях это выглядит немножко странновато. Далее, тут мне полностью понравился разворот. Здесь у нас красный пуловер с воротничком-стоечкой. Мне очень понравилась, как выполнена обработка. Точнее, это не обработка, а как часть обработочки, когда она спускается по одному рядочку контрастного цвета. В данном случае у нас идет белый. Тут также этот свитерочек связан из пухонорки, и рукава у него отвязаны резинкой один на один. Смотрится очень красиво. И нам обещают, что расход на это изделие составит всего 200 грамм. Удивительно. То есть, 4 моточка пухонорки нам должно хватить. Но, кажется, это изделие на спицах 2-2,5. Есть также джемпер со скошенной линией плеча. Мне здесь понравилась, как вы понимаете, фантазийная часть этого джемперочка. Потому что здесь у нас добавлена такая своеобразная травка. Или, как я помню недавно в магазине Смородина, были такие полиамидовые червячки. Если я найду фотографию, я вам вставлю. То есть, это нить, из которой выделяется вот такая вот, как червячок. Ну, по-другому его по-другому никак не назовешь. Червячок, который потом фантазийно смотрится в изделии. В основном его брали на отделке. Но, мне кажется, такую пряжу вписать куда-то очень сложно. В данном случае мне нравится, как это выглядит. То есть, перебивочная полоса между полосочками. Также связана из чего-то очень легкого. Написано, что это мереносовая шерсть с кидмахером. К сожалению, нам не пишут, что это за производитель, чтобы в точности повторить. Я, кстати, не очень такое люблю. Ее, мне кажется, обязательно нужно указывать, из какой оригинальной пряжи связано. Потому что вдруг человек захочет повторить в точности это изделие именно вот в таких цветах. Поэтому, если бы я публиковалась в журнале или писала какие-то описания, мне кажется, обязательно нужно это указывать. Ярко-зеленая водолазочка. Мне понравилось, потому что здесь также идет контрастная обработка. Здесь у нас используется белый и синий цвет на обработке горловины рукавов и низа изделия. Тут, к сожалению, не сильно видно это, но можно это заметить. Вяжется регланом, но здесь, я так понимаю, вяжется нулевым регланом. Потому что плечо прямо начинается откуда-то с центра плеча. Точнее, ввязывание рукавов и реглана. И видите, здесь очень сильно тянет и происходит такой пузыречек, с которым я сейчас стараюсь очень сильно бороться, чтобы у меня его не было на моих изделиях. Потому что смотрится это не очень презентабельно. Но как само по себе выглядит изделие, мне нравится. Его, кстати, можно тоже спокойно повторить из норки. Далее идет мужской свитер Олива. Это уже как раз у нас идет модель Навиты. И мне кажется, такой свитерочек носил бы даже мой муж. Потому что он очень любит, когда горловина застегивается на замочек. Я здесь, так понимаю, идет двойная горловина. Плюс у нас идет узор с такими переплетениями и укосами, которые дублируются потом на рукаве. Только я не сильно понимаю. Внимание, свитер связан по кругу с короткими швами под мышками. То есть непонятно, вяжется это изделие регланом сверху или регланом снизу. Здесь нам рекомендуют использовать пряжу Навита Милинос. И по расходу здесь от 400 до 650 грамм. При метраже 230 метров на 50 грамм. То есть достаточно тоненькая пряжа, но смотрится очень красиво. Может предложить моему мужу. Хотя, с другой стороны, на спицах номер 3-3,5. Я это изделие буду вязать ему, наверное, целый год. Тем более у меня большие проблемы с обработкой и вшиванием именно молнии. Я уже как-то раз ему делала такое изделие и знатно намучилась. Модели Навита мне очень нравятся, поэтому я даже ничего плохого в их сторону сказать не могу, да и не хочу. Здесь, кстати, есть еще одна фотография, как выглядит поближе рукавчик. Здесь у нас в основном выполнено узором рис и смотрится очень симпатично. Я думаю, что это идет как раз-таки рис 2х2. Модель, которую, мне кажется, уже все себе связали, это классический жилет. Вот жилет в самом классическом его понимании, без излишеств, оверсайз формата. Я подобные жилеты люблю вязать и хочу вязать постоянно. Если у меня есть какая-то пряжа, чтобы куда-то ее нужно было деть и не хватать на плечевое изделие полноценное, я возьму и свяжу такой жилет. Хотя несколько лет назад я бы сказала, фу, жилеты, я бы не стала его даже вязать. Но сейчас мне очень нравится и нравится, как это выглядит. Это, кстати, тоже у нас идет модель Navita. И связана она из Navita Merina Decay. Тут точно такая же пряжа, как в предыдущем изделии мужском. Но здесь у нас используется более толстая пряжа. 130 метров на 50 грамм. Кстати, по расходу почему-то какие-то большие расходы. Но на самый маленький размер 250 грамм. Вы видите, модель идет со спущенным плечом. Мне очень нравятся жилеты со спущенным плечом. Главное, чтобы резинка не топорщилась. Это тогда придает какую-то незавершенность изделию. Это уже не модель Navita. Это короткий жилет с жаккардовым узором. Но здесь, мне кажется, немножечко переборщили. Я бы в этом жилете не использовала обработку резинок тоже жаккардом. Я бы связала просто резиночку бежевым цветом, чтобы как-то это устаканить. Так, мне кажется, слишком рябит в глазах. Или, например, связать полностью жилетку именно вот таким жаккардом в резиночке. Тоже бы смотрелось очень симпатично. Мне нравится, как сочетаются между собой цвета. Тут все мои любимые цвета. Бежевые, темные, светлые бежевые, коричневые, серые. Какие-то что-то похожее на голубое. То есть, такие сочетания я люблю. Поэтому изделие мне очень нравится. И здесь у нас используется пряжа Magic. Это, я так понимаю, турецкая пряжа. Которая есть в доступе практически у всех. Оверсайз кардиган бирюза. Он связан из какой-то фантазийной пряжи типа травки. Я подумала сразу о том, что это пряжа хлопок-травка в несколько нитей с какой-то дополнительной ниточкой. Потому что очень похожа на хлопок-травку. И подмешанная, например, какая-нибудь ниточка мериноса. Здесь сочетаются между собой бирюзовый и бежевые цвета. Обработка планки у нас идет платочной вязкой. Я так понимаю, это все вяжется с цельновязанной планкой. Либо это вяжется с потом пришиванием планки. Но я не сильно такое люблю. Очень большая свобода облегания у этого изделия. Посмотрите, насколько коротенькие рукавчики. Но это изделие нужно использовать как самостоятельное. Это 100%, потому что вы его под верхнюю одежду просто не наденете. Это либо на прохладное лето надеть вечерочком, накинуть на плечи. Либо осенью и весной активно носить. Также модель Navita это классический кардиган. Мне так нравится эта фотография. Вообще, как это все смотрится. Здесь у нас связано, насколько я понимаю, на спицах номер 4 и 5. Вообще, это выглядит как крючковое полотно с обработкой спицами. Я знаю, как можно вязать английскую резинку крючком. Ну, имитацию английской резинки крючком смотрится очень-очень красиво. Как это выглядит, я прям вдохновляюсь такими моделями. Потому что чем проще модель, тем больше сочетаний в вашем гардеробе можно с ней подобрать. Поэтому, когда вы вяжете что-то фантазийное, конечно, это классно. Но это должно быть тогда изюминкой вашего образа. И вы не можете носить ее каждый день, можно так сказать. А этот кардиган и с белым топом, и с белой рубашкой, и с черной рубашкой. Вот с чем только угодно, и с любимыми брюками. Все будет очень красиво смотреться, потому что он универсального бежевого цвета. И здесь, кстати, используется также пряжа на вид Америна Дикей. Которая у нас использовалась при вязании джилета. Модели, которые мне не понравились, я вам покажу. Просто, чтобы вы понимали, чем еще наполнен этот журнал. Так, немножечко мельком. Потому что здесь, кстати, еще присутствуют интересные, вот так вот немножко вам покажу, узоры с жаккардом. Там просто схемы. Есть такой детский жилетик. Но я не очень люблю подобные воротнички. Лучше бы он был тогда на замочке. Такого шелевого типа. Шелевой же вроде, насколько я помню, такой воротник называется. Такие изделия. Я не понимаю, как вписать в свой гардероб и как их носить. Во-первых, крючком это смотрится немножко странно. Поэтому я такой вязать себе не планирую. Ну и все. Получается, мы этот журнал с вами посмотрели. С одной стороны, вы можете сказать, что этот журнал можно спокойно покупать, только если вы вяжете и любите вязать описание на виды. С другой стороны, я хочу сказать, что есть интересные описания наших авторов, которые добавлены в этот журнал. И я ничего против их не имею. Просто некоторые из них еще как будто бы застряли 20 лет назад. То есть из толстой пряжи, платочной вязкой никто уже в основном и не вяжет. Какие-то плечевые изделия уже вышли из моды эти свитера, потому что они не носки. То есть их некуда надеть. Ты никак их нормально не можешь эксплуатировать. Как их стирать, как их чистить от катышек. То есть это больше проблемы, нежели какой-то радость от такого красивого изделия. Либо это изделие на один раз. Вот просто для фотосессии надеть вот такой вот кардиган из толстой пряжи. Я вот представляю, что... В нем очень легко, кстати, допустить ошибку. Даже банально говоря. Когда вы вместо того, чтобы красиво сделать шов, сделаете где-то ошибку, это будет видно очень хорошо. На толстой пряжи заметно все намного-намного лучше. Но это уже какие-то мои доводы, мои мысли. Я вам просто показала так мельком обзор этого журнала и рассказала свое мнение про модели. На этом мой недельный вязальный влог закончился. Наступила уже следующая неделя. Я начала продвигать процессы в усиленном темпе и снимать уже вторую часть этого вязального влога. Я надеюсь, что вам понравилось. Эта часть и вторую часть вам будет интересно посмотреть. На этом у меня все. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что вы отлично продвинули свои вязальные процессы под это видео. С вами была я, Даша. Увидимся совсем-совсем скоро во второй части этого вязального влога.